Здравствуйте, здравствуйте, мой уважаемый профессор. Очень приятно тебя видеть, долго не встречались. Да, и не скажи. Давай поговорим немножко о Давосе, немножко... Дай мне твои мысли. Ну, они уже поменяли название в Давосе. Восстановить веру. Ну, это уже говорит о том, что они боятся. Они очень хотят, чтобы им поверили. Они уже были разоблачены. Ребята с Rebel Media и другие журналисты очень классно к ним подходили, задавали жесткие вопросы, очень жесткие, прямо в лицо. Хорошие вопросы задавали. Мне нравится это. Я думаю, что идет массовый процесс просыпания людей. Это хорошо. Да, 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 да. Они разваливаются по кусочкам. Посмотрите, фермеры в Европе, в Германии, в других странах. И люди вышли на улицу, их поддерживают тоже. Это очень хорошие новости. Да, да. А они были разоблачены. Они разоблачены. Да. Такер сделал недавнее интервью с Путиным. У тебя была возможность послушать? Нет, пока нет. Я очень занят был все время. Я примерно могу представить это интервью, потому что Такер всегда думал, что Путин защищает свои интересы, он антиглобалист. Я думаю, что Такер очень наивен в этом вопросе, как и многие другие американцы. Я вам посылал ссылку на английском, где Гинсберг и, знаете, какой он националисты, он готов для пандемии X. И они там говорили, что вот как первый раз нам эти вакцины помогли, так и сейчас помогут, как мы были готовы к тому, к той болезни, так и к этой мы будем подготовлены. Кто говорит это? Путин и его Фаучи, так называемый, Гинсберг. Я тебе послал ссылки. Секундочку. Знаете, какие мысли у меня? Большой театр сейчас разыгрывается, вот о чем я думаю. Сейчас люди, как Такер, и я, честно говоря, не знаю, он это специально делает или же он наивный. Они хотят сейчас рекламировать Путина, якобы, что он такой герой, и его подготавливают к встрече с Трампом. И якобы два националиста-антиглобалистов встретятся вместе и решат вопросы. Я думаю, к этому все идет. Я хочу, чтобы люди поняли, если Трамп не будет президентом, я напишу у себя на лбу, что я китаец. Никаких выборов нет. Это заранее уже решено, предрешено. Они встретятся, Путин и Трамп, и два патриота, в кавычках, будут, значит, пожимать друг другу руки, и у людей будет эйфория, что вот, наконец-то, патриоты победили. Но люди абсолютно игнорируют тот факт, что Трамп и сионист. Нет, это не секрет, он сам об этом говорит. 78 очень богатых сионистов его финансируют. Есть документальный фильм, один даже из них, это CEO компании CNN, который его так критикует. И много документальных фильмов есть об этом, все это можно проверить. Трамп отдал экономическому форуму 85 миллионов долларов, в то время как Обама дал всего 60. Это просто театр, где абсолютно фальшивые, фейковые герои, потому что мы, американцы, и другие свободолюбивые люди уже просыпаются, и они этого боятся. Что им надо сделать? Им нужно взять все под контроль. Поэтому людям надоело уже это все, и им дали вот эту мульку, якобы, верьте плану, Кюанон, Трамп спасет вас. А для того, чтобы НАТО существовало, существует Россия, потому что Путин помогает НАТО существовать. Без Путина нет смысла иметь НАТО вообще, вы понимаете, вот эта армия, вот эти деньги, оружие, вот это все благодаря тому, что есть Путин. Но на самом деле цель уничтожения белого человека. И эти марионетки, как и Зеленский, как и Путин, делают все для того, чтобы эта война продолжалась. Я до сих пор никаких фашистов, нацистов, бандеровцев не увидел. Может быть, 50-100 тысяч человек найдешь, а в любой стране найдешь, это ни о чем не говорит. Вся сельскохозяйственная земля разделена, Украина уже продана Чейсу, Блэк Роакс и другим компаниям. Весь этот сценарий, как вот мы сейчас говорим, в данный момент, это делается для того, чтобы привести новый мировой порядок. А так как многие американцы, включая Такера, они не разговаривают по-русски, и они не знают про сианистическую мидию русскую, о чем они говорят, какие разговоры там идут, они не могут представить размер этого большого спектакля. Это голливудский, врейский театр, который разыграли на нашу голову, на глобальном масштабе. Помните, когда обыскивали ФБР дом Трампа, я сказал, ничего ему не будет. Помните? Это тоже был театр для того, чтобы эмоционально сыграть на нас. Якобы он герой, якобы они за ним гонятся, и значит, он их враг, значит, он их враг. Надо, чтобы он победил, что он якобы борется с глубинным правительством. Это план, их план. Я хочу, чтобы все ваши слушатели сейчас запомнили то, что я говорю. Трамп будет президентом, это часть плана. А как я это знаю? Потому что я анализирую, в отличие от многих. Нет другого выбора. Без этого сиониста Трампа варианта не было бы сделать то, что они делают. То же самое с Путиным. Они будут вместе пожимать руки друг к другу, и скажут, вот, мы войну остановили, и люди будут радоваться. Вот тогда и остановится война на Украине. И все будут аплодировать, восторги будут, что вот, молодцы, вот, наконец-то, Байден был плохой, а вот Трамп остановил войну. Но климатические договора, и все остальное, вся остальная фигня, искусственный интеллект, укольчики, и все, все будет оставаться соглашение с ВОЗом, и все будет далеко и глубоко идти вперед. Все это будет. В конце концов, не надо забывать, что Трамп объявил пандемию. Люди говорят, он насильно никого не заставлял, насильно никто никого нигде не заставлял, на улицах не ловил и не колол. А что, это новость, что ли? Зато на федеральном уровне все работники федерального правительства обязаны были принять эту штуку. Пилоты, летчики, работники медицинской сферы. Операция Warp Speed. Кто ее? Кто ее вперед продвинул? Трамп. И кто говорит, что отец вакцин? Ну ладно, люди, вы что, совсем ослепли? И добровольно хотите жить в каком-то мифическом мире, что ли? Потому что там комфортно, да, вам? Посмотрите окружение Трампа. Посмотрите окружение Трампа. Ты специалист, Джим, и ты знаешь, что Джулиани, когда был мэром Нью-Йорка, сколько много он сделал, чтобы скрыть преступление сентября 11-го. Я прав или нет? Да, 9-11, да. Трамп говорил против этого сентября 11-го. Да, и на второй день он сказал, у меня есть видео, что Лэри Силверстин, хозяин этих зданий, очень классный мужик, самый четкий чувак, он мой хороший друг, и так далее. Я люблю его, люблю его, как Трамп любит говорить. Это мой хороший друг. И то же самое, если я буду президентом, Клинтон, ты будешь в тюрьме. И на следующий день, вы прекрасные люди, Клинтоны, прекрасные люди. Очень много людей даже не хотят знать, сколько раз Трамп был у Эпштейна. И почему, когда Эпштейн в тюрьме умер, убили, скорее всего, никакого расследования не было. И почему, когда в Лас-Вегасе была перестрелка, тот же шеф полиции сейчас оказался в Гавайях, который сожгли. Это как так получается? И сейчас они встали и говорят, «Build back better» после того, как весь остров сожгли. Для меня лично, в моих глазах, это явно очевидная афера, которую они сейчас строят на наших глазах. У меня больше никаких вопросов. Якобы националисты-герои, антиглобалисты. Еще был африканский саммит, где Путин подписал договор, чтобы привезти 500 тысяч африканцев в Россию, в то время, как русских ребят, молодых, посылают на смерть. Без подготовки, многие не знают, куда едут, идут на побой, на мясорубку. Точно так же, как и с украинцами поступают. Но в Киеве они построили большой памятник, ну, понимаете, этой национальности. И потом вы слушаете эту музыку. Они прыгают на флагах, они танцуют сейчас, веселятся в той стране, где идет война. Так же, как и Джордж Буш, и все эти мерзавцы говорили, вот, идите, жертвуйте ради своей страны, для своей родины, вы должны жертвовать. Если он так, Россия, Путин, воюет против НАТО, почему сотрудничают с Турцией. Отдали армянские земли туркам Нагорного Карабаха. Просто было подарено и все. Туркам. По-моему, если я не ошибаюсь, турки НАТО, да? И, по-моему, самая большая армия в НАТО, это турецкая армия, не так ли? Я думаю, что все-таки правда. это они открывают бутылку, пробку от бутылки открывают, откуда выливается огромный спектакль, где они все одинаковые, гнилые, глобалисты, из одного и того же офиса. Только в одной комнате говорят по-русски, в другой на турецкий, в третьей комнате на английском, и не важно на каком языке, на всех языках, вот и все. И вот вы увидите. Я говорю, Трампа поставят президентом, ничего не изменится. И опять мы будем слушать оправдания, но он старается, он старается, пока что он не может, он старается. И очень много чего плохого будет сделано под его крылом. Это для людей, которые или полностью спят, или имеют повреждения в мозгу. Они просто не хотят видеть реальность, они очень слабые люди, потому что реальность очень пугающая. А кто же будет герой тогда? Если Христос до сих пор не пришел, а кто же будет героем? А что нам делать? Это очень понятный менталитет для этих, в кавычках, элит. Они прекрасно знают, как работать над мозгами людей. Психологию людей прекрасно знаю. Вот что я знаю. То, что ты говоришь, да, это очень впечатлительно, впечатляюще. Я хотя не согласен во всем, но мы согласны только на том, что Трамп будет новым президентом, но если они не сфальсифицируют выборы, если. Нет. Он закроет границы, но он не будет закрывать. Он не будет закрывать границы, потому что их цель демографию поменять и перемешать все нации. Шоу будет маленькое, но все равно ты будешь иметь количество, огромное количество нелегальных эмигрантов, приезжающих в Америку. Это план этих сионистов. Он работает на них, на вреев. Он работает. Он откровенно об этом говорит. Он говорит, моя дочка из них, мой внук из них. Он поддерживает эту страну с буквой И. Представьте, если бы кто-то говорил бы из президентов или кандидатов, что они будут поддерживать Китай. Вы бы его не поддерживали бы, правильно? А почему вы поддерживаете человека, который поддерживает вот эту страну, которая на И начинается? Где логика? Он открытый, откровенный, сионист. Вы думаете, что у нас будет президент, сионист и что-то хорошее сделать для нашей страны? Или закрыть границы? Вы что? Не-а. Этому не бывать. Я как Трамп скажу, нет, не будь наивными. Я что-нибудь сделаю, будет сюрприз. и Путин и Путин тоже диктатор. Я много с семьями встречался нормальными антиглобалистами в Мексике, из разных регионов России. И они мне говорили истории очень интересные, что происходит и к чему и как в России. Давайте представим, Путин не глобалист, допустим. но это то же самое дерьмо. Я не хочу никакого так называемого националиста антиглобалиста, который хочет цифровую цифровую концлагерь создать и свободы отнять. Это то же самое, что если бы он был националистом, борьба между двумя бандитами, двумя диктаторами, ни один не лучше. Допустим, он был бы антинато, антиглобалист, допустим. И все равно нехороший. Он не за свободу, он не против укольчиков, он не против цифровых денег, он не против климатических фейковых всяких программ. То кого-то интересует, против кого он борется, допустим, даже если бы, то же самое, тот же мусс, такой же маньяк, как и все, психопат очередной, плюс еще и марионетка центральных банков и вот этого глобального интереса. Арчи, у нас просто есть разные мнения насчет Трампа. Если бы Трамп был бы зионистом, вместо Байбердена он был бы президентом. Не-не-не-не. Я сейчас объясню, хотите? Для того, чтобы несколько шагов вперед попасть в глобальной этой программе, нужен был Байден. Если бы был бы Трамп, то люди поняли бы, подожди, что такое граница открытая, вот это не так, то не так, что ты делаешь, чувак? А им нужно было поставить Байдена, чтобы он это все продвинул открыто, а потом Трамп пришел и сказал бы, чуваки, вот видите, что он отворил? Блин, это он, это не я. Посмотрите, что Байден сделал. Это очень умный сценарий. Это было бы очень глупо, если бы они оставили бы Трампа, чтобы сохранить ему имидж героя, и при нем делалось все то, что делается сейчас. Они не глупые. Эту границу надо было открывать при Байдене. Они не смогли бы все это сделать при Трампе. Это было бы чересчур очевидно. Но сейчас уже эти люди здесь, иммигранты здесь. Поэтому Байден поставлен, чтобы это все было. А потом, когда придет Трамп, скажет, я ничего не могу сделать, даже если потом он закроет границы, это уже поздно. Работа сделана. Это чересчур поздно уже. Он был пять лет в офисе, и что он сделал? Аннулировал хоть какой-то закон? Нет. Какие-нибудь драконические законы он отменил? Но. Нет. Все осталось как было. Эксекьютив приказы других президентов он аннулировал? Нет. Ноль. Это то же самое, что верующим людям спрашиваешь, а когда же Христос придет? Он срочно нужен. Они говорят, когда время придет, он придет. Это то же самое, обещаниями кормят. Трамп сделает что-то хорошее, но он пока что не может, он окружен теневым правительством. Он старается, он старается. При Трампе Америка отошла от ВОЗа? Нет. От экономического форума отошла? Нет. Он взял наши бабки, отдал фармацевтическим компаниям? Да. Он заплатил экономическому форуму? Да. Он криминал. на нас он толкал на нас эти сиропчики? Да. Все. Он сам говорит, что он сианист. О чем может идти речь? Что еще нужно, чтобы доказательства были для людей, чтобы поняли? Он даже говорит, я вам Голден Хайт дал, что еще вы хотите от меня? Вы должны меня поддерживать. Он открыто говорит об этом. Он окружен сианистами, полностью окружен. Кушнер, который рядом с ним сидит. Кто эти люди? Он всего лишь марионетка. Вот и все. Его самый лучший друг Натаньян Яу. Человек, который занимался преступлениями против своего же народа и по телевизору говорил о том, что он делал эти экспериментальные сиропы, показав всему миру, что произойдет. Диктатор, человек, который мучил свой народ, а потом театр устроил на свой же народ, чтобы было оправдание напасть на мирных жителей в Палестине. И Трамп поддерживает все это. Это его друзья. Если это его друзья, то Трамп мне уже не друг. То же самое с Путиным. Часами можем говорить о Путине. Гинсберги всякие хапибуллины и весь этот хрен. Это люди из ада. Они не хотят, чтобы вы имели оружие, свободу, пищу, деньги, наличные, кушали бы мясо. Они открыто об этом говорят. Как Трамп и Путин могут быть хорошими людьми, если они за все это? Они хотят отнять у вас все. Они хотят вас поработить. Тот чувак начал войну, якобы на него Украина нападала. Тогда пошел бы, поставил бы свою армию на границе и ждал бы, пока напали бы. Причем тут мирные жители. Больше 80 тысяч убил мирных людей. Как нормальный человек может такие вещи сделать? Представь, у вас есть ребенок, мальчик или девочка, и русская или американская бомба или израильская бомба падает на ваш дом, и вы держите кусочки своего ребенка после взрыва. Тогда вы тоже говорили бы, что он хороший чувак борется, да? Нет. Вот ты простой человек, ты ничего не делал, абсолютно никому ничего. Тяжело работаешь, еле-еле существуешь, просто выживаете, вы вообще в политике не участвуете, ваше правительство вас гнобит, и вдруг бомбы падают на вас. специально этот дом, другой дом, города, и ты живешь в терроре. Будешь говорить, что Путин воюет с НАТО? Серьезно, какое НАТО? Хочешь с НАТО бороться, брось бомбу на Брюссель. Никакого НАТО борьбы с НАТО нет на Украине. Какое НАТО? Кто НАТО? НАТО это папа Путина. Кого он кормит? Без Путина не было бы НАТО, поймите. Они поэтому держат Путину власти, чтобы НАТО кормилось. Он подкармливает НАТО, благодаря ему, его воинам НАТО сейчас миллиарды промыло и увеличилось в размерах. и даже войной не называется. Военная операция. Тогда давайте сделаем так. Мы сейчас не делаем интервью. Мы просто разговариваем. У нас не интервью сейчас. Это всего лишь видеоразговор. Я не езжу на машине. Я оперирую автомобилем. Я не езжу. Я не курю сигарету. Я просто сжигаю табак губами своими. Ну кама, ребята, ну на самом деле. Это война. Конечно, любая война в себя включает военную операцию. Это часть войны. Это как заниматься любовью. Что это такое? Заниматься сексом, правильно? Как хочешь называй. Но по факту то, что есть, то есть. манипуляция названиями суть не меняется. И в России даже нельзя говорить война, за это наказывают. Ты на самом деле, Джим, хотел бы жить в таком обществе, где даже война не сможешь говорить. Слово война не сможешь произнести. Если бы ты сейчас находился в России и использовал бы слово война, война, тебя наверное забрали бы из дому. Точно так же как и в Китае. О, ты посмелился использовать слово война? Коман, Джим Федзер, нас всех поимели, окей? Можете иметь другое мнение, разное мнение, но по факту нас имеют. Всех нас, и тебя, меня, слушатели, всех. Европейцы, американцы, мы все сейчас находимся в их кабале. Это все, что я говорю, нас имеют. Ну, ты очень хорошо сказал все. Хорошо сказал, но у нас просто немножко разные взгляды. но Федзер, у нас нет разных взглядов. Ты всегда говорил за свободу и за правду. У тебя со мной одинаковые ценности. Я очень часто тебя раньше слушал. Ты учил, как надо думать. Даже был знакомый, который у тебя студентом был в университете в Миннесоте, я забыл имя. Ты всегда был за правильное мышление, за свободу, за маленькое правительство. У нас нету других и разных мнений с вами. Не забудь, хочу, чтобы все знали, что я очень многому чему научился от тебя тоже. Даже был период, когда тебя каждый день слушал. Каждый день я слушал твое видео, твое выступление у Олега Джонса, когда ты был всегда. И сейчас ты мне говоришь, что мы по-разному мыслим? Нет, нет, нет. Твой студент, учитель, сейчас тебе говорит то, что ты говорил другим. Твои взгляды насчет свобод, правильно? Да, укольчиков и разного. Ну, я не вижу никакой разницы, я тоже против всего этого самого? Да, у нас, Арчи, те же самые ценности, но разные интерпретации. я просто хочу понять, для кого тогда ты хотел бы, голосовал бы, кого хотел бы ты иметь как президента? США? выбрал? Кого бы ты выбрал как президента США? Дайте отвечу так. Так как нету выборов, это селекция, неважно, за кого я хотел бы образно, нету смысла говорить об этом. это как иметь старую машину, кузов, без двигателя, и говорить о том, насколько быстро она может ездить. Нет, чувак, машина не может ездить, там нету двигателя. Я даже не могу спекулировать насчет того, как быстро будет ездить машина, на которой нету двигателя. Но ладно, образно скажу, Ран Пола, Рэнд Пол, Доктор Шива, Джеймс Джонс, других. Я даже тебя поддержал бы как президента. Сотни людей, которые я хотел бы, чтобы были бы президентами, но это ничего не даст. Глобалисты уже контролируют все. Никаких элекций нету, это селекции по всему миру. Томаса Джефферсона хотя бы как президента, если он вернется в этот мир. Я поддерживаю идею отцов-основателей. Вот что я поддерживаю. Наша личная ответственность, чтобы мы взяли на себя личную ответственность, не надеялись бы на каких-то героев. И все, кто сейчас руководят везде в каких-то должностях находятся, они все должны быть в тюрьме. Только укольчики уже хватит. Все уже. Только укольчики хватит для того, чтобы я считал криминалами. Это массовый геноцид. Не обязательно, чтобы с ножом ходили и убивали людей. Только один факт того, что они на нас толкали эти уколы, это их делает убийцами. Забудем про Израиль, другие страны, конфликт. на нас пихали укольчики, это делает их преступниками и убийцами. Все. Спасибо за прекрасное умозаключение. Жалко, что я немножко больной, очень сильно заболел. Я слабый очень, и жена мне дала лекарство выпить. Я очень слабый, еле-еле держусь. Ты очень адекватный. Это большой комплимент для меня. Если хочешь вылечить свой гриб, нарежь томатики, салатик с чесноком, с луком, с огромным количеством лимона, каянский пепер, так сделай, чтобы прямо из носа капало и голова была бы мокрая. Да, еще яблочный уксус добавь и кушай этот салат весь день. Это прекрасно, мне нравится. Жене скажу этот рецепт. Да, да. И кушай так, чтобы у тебя голова была мокрая, из носа все капало. А потом, когда идешь спать, возьми натуральный мед, намажь вот здесь на шее, вот там, под глазами, на лбу, и хотя бы половину груди. и так иди спать. Если завтра после этого всего тебе лучше не станет, значит, я не прав насчет Трампа. Спасибо тебе. Спасибо. Очень классно было с тобой говорить. Да, скоро еще встретимся. Мое удовольствие.